Доброго дня! На нашем сайте появилась новая рубрика «10 ответов за 5 минут», в которой мы даем ответы на самые популярные вопросы цветоводства и садоводства. В этом видео мы постараемся дать 10 ответов на самые популярные вопросы про орхидеи или, как их еще называют, фаленопсисы. Итак, начнем. Вопрос номер один. Можно ли выращивать орхидеи без грунта? Орхидеи растут на деревьях и не нуждаются в грунте. В домашних условиях орхидеи растут в горшках с грунтом для удобства. Некоторым вообще нравится выращивать орхидеи в керамзите или воде. Вопрос номер два. Как часто нужно поливать орхидею? Важное условие, что орхидею нельзя поливать часто, как другие комнатные растения, что может символизировать о том, что пришла пора полива. На моем опыте это светло-зеленые корни, легкость горшка и отсутствие конденсата на стенках горшка. Для сравнения я покажу, что вот этот цветок, он полит недавно. Корни меняют окраску и становятся темно-зелеными. Какие удобрения нужно использовать для орхидеи? Удобрения обычно используют в период активного роста новых молодых побегов, новых листьев и вообще в период активного роста. Среди большого разнообразия я все-таки остановилась на вот этой линейке удобрений разных фирм. Могу рекомендовать Сады чудес. Жидкие удобрения, очень удобная форма. Фирма Агрикола, фирма Флорика, фирма Фаркл, фаска. У них новое направление отдельное, цветочное счастье называется. Инструкцию необходимо читать у каждого удобрения на оборотной стороне. И фирма Флоргумат. Вопрос номер 4. Что делать с орхидеей после покупки в магазине? В прошлом видео мы говорили о том, какие горшки использовать для пересадки и как именно это сделать. Советуем по приходу домой выбрать пластиковые или стеклянные горшки для пересадки большего по диаметру размеров. Если у вас нет времени пересаживать, можно поставить покупной горшок, декоративное кашпо. Вопрос номер 5. Какие горшки использовать для посадки орхидеи? Имеются пластиковые горшки, стеклянные горшки. Они должны обязательно быть прозрачными. Должны иметь дренажное отверстие на донышке горшка. И должны соответствовать размеру. Лучше выбирать больше по размеру, по диаметру горшки. Вопрос номер 6. Как обработать корни перед посадкой орхидеи? Необходимо извлечь орхидеи из горшка. Отряхнуть от коры и грунта. Аккуратно, очень не повреждаю корни. Смотреть, проверить все корни. Если есть сухие, вот например, его видно, он отличается от здоровых корней. Его можно обрезать ножницами. Обрезаем до здорового места сухие корни. Если все остальные корни в порядке, мощные, плотные, то промываем корневую систему цветка в теплой воде. Промываем. Чистые корни. Излишки. В принципе, вот. В таком виде можно пересаживать орхидею в новый грунт, новый горшок. Вопрос номер 7. Какой субстрат использовать для посадки орхидеи? Для посадки подходит обработанная кора, тоже разных фирм, к добавлению спагмума или мха. Есть готовые субстраты для посадки орхидеи. Там уже и кора, и спагмум. Соды аурики у них уже готовы, как видите. Или фирма фаска, цветочное счастье, у них тоже имеется готовый грунт для посадки орхидеи. Вопрос номер 8. Если на орхидеи напали паутинные клещи? Как об этом узнать? Укусы в виде пятен. Сначала пятна желтоватые, потом они приобретают более темную окраску. Пятна разные по диаметру. Какие средства используют для борьбы с клещами? Используют фитовермы разных фирм. Среди большого разнообразия различных средств от клещей и насекомых, самым действенным и доступным по цене является фитоверма разных фирм. Такие вот ампулы. Вы, как видите, их большое множество. Вопрос номер 9. Если у орхидеи желтеют листья, что с этим нужно делать? Например, вот орхидея у нас начинает желтеть нижний лист. Вообще это нормальное явление, когда желтеют только нижние листы. Это как бы с ростом орхидеи сбрасывают нижние листы. Следом образуются новые, верхние, более упругие листы. Вообще максимальное количество листьев на кусту орхидеи 12, минимальное 3. Последний вопрос номер 10. Как простимулировать орхидею к цветению? Для этого необходимо суточное колембание температур. Можно поставить орхидею на балкон, если дома теплее, на улице уже осень или более прохладно. Можно, если нет балкона, можно поставить орхидею на окно и его немного приоткрыть. Опять же оставить на некоторое время и цветение цветка вам точно обеспечено.